Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Гожевникова. Здравствуйте. На 58-м месте в стране оказалась Кировская область по уровню благосостояния жителей. Рейтинг представили эксперты РИА Новости. Они сравнили отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. И среднемесячного объема вкладов жителей разных субъектов страны. Также во внимание принимались доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли позволить себе квартиру в ипотеку, доля населения с доходами выше 60 тысяч рублей в месяц. При расчете учитывались показатели по итогам 2022 года. В результате лидерами рейтинга стали регионы Крайнего Севера и столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов, которые позволяют компенсировать высокие цены. На нижних строчках, как всегда, регионы Северного Кавказа. Наш регион набрал 30 из 100 возможных баллов и оказался на 58-й строке. Но стоит заметить, что ниже Кировской области в рейтинге еще 6 регионов ПФО. Молодые предприниматели в Кирове могут получить гранты до 500 тысяч рублей. Объявлен конкурсный отбор для субъектов малого и среднего предпринимательства. Участвовать в нем могут бизнесмены до 25 лет, включительно, и социальные предприниматели. Сумма гранта от 100 до 500 тысяч. Использовать средства можно на реализацию и развитие проекта в сфере социального предпринимательства. Например, на аренду и ремонт нежилого помещения, аренду или приобретение оргтехники и оборудования, присоединение к коммунальным сетям, оплату услуг и электроснабжения, услуг связи и так далее. Обязательными условиями являются софинансирование не менее 25% от стоимости проекта, а также прохождение бесплатного обучения до подачи документов на конкурсный отбор в центре «Мой бизнес». Заявки на участие будут принимать до 8 ноября. По всем вопросам можно обращаться в Минпромторг Кировской области по телефону 27 27 23 или в Кировский центр «Мой бизнес» 410 410. В эфире «Экономика». Завершился ремонт моста, соединяющего Кировскую область с соседними регионами. Мост находится в Малмышском районе на дороге Казань-Перьмь и соединяет наш регион с Татарстаном и Удмуртией. Интенсивность движения на дороге высокая, при этом объект не ремонтировался со времен строительства в 2963 году. На момент начала работы находился в предаварийном состоянии, рассказали в областном правительстве. Сейчас все работы на мосту уже завершены, идет итоговая проверка объекта Росстройнадзором. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Росстройнадзор. Рассландзор. Росстройнадзор. Рассландзор.